Особое мнение на 101FM Мы будем разбирать законопроекты И законопроекты, которые уже стали законами И начнем, наверное, с недавней сессии Пленарного заседания законодательного собрания На котором, в частности, был принят закон о штрафах Для владельцев домашних животных Ну, идея благая, да То есть регулируется выгул, самовыгул в том числе Регулируются места и площадки, где могут гулять с животными Их владельцы И есть даже штрафные санкции за нарушение правил К выгулу и нахождению собак Для граждан от 1000 до 2000 рублей Для должностных лиц от 4000 до 5000 Для юридических от 10 до 20 тысяч рублей Должен будет вступить в силу этот закон С 1 сентября этого года Как говорится в обосновании к законопроекту В последнее время участились случаи нападения домашних животных В частности, собак на взрослых и детей Правила содержания животных Как правило, никем не соблюдаются Никакой ответственности за это нет Ну и, собственно, в связи с этим были разработаны изменения Теперь каждый хозяин животного Будет нести определенную ответственность За ненадлежащее содержание И несоблюдение существующих правил Вот такая история Ну, можно только приветствовать Другой вопрос, что... А будет ли это работать, Елена Деньевич? Вот, вот, я дорого бы дал на самом деле За возможность ознакомиться с статистикой правоприменения Ну, подождите до сентября Там посмотрим, да Подожду, какие у нас варианты? Конечно, подождем Очень бы хотелось верить, что Кто-то на уровне муниципалитета Либо, может быть, даже области Будет контролировать соблюдение указанных норм Хотя, честно, верится в это с трудом Наша полиция, которая занимается фиксацией административных правонарушений Со стороны наших граждан Не очень внимательно относится даже к элементарным вещам В виде нарушений пешеходами правил дорожного движения А, переход, да? Ну да, в неположенном месте Неоднократно, неоднократно был очевидцем Когда фактически на глазах у сотрудника Нарушаются правила и даже замечаний никакого нет Хотя, бывают и обратные случаи Посмотрим, посмотрим Думаю, что, ну, наверное, в связи с принятием подобного рода норм Вступлением их в силу Ну, какие-то рейды для фиксации подобного рода проступков со стороны граждан В части, например, нарушения порядка выгула животных и так далее Они будут организованы Другой вопрос Сумеют ли наши власти достучаться до сознания наших граждан Чтобы все кировчане, жители области понимали о том Что подобного рода мера ответственности Она призвана как раз стимулировать развитие ответственного обращения с животными Когда собака бегает без хозяина Это прежде всего угроза для самой собаки Не говоря уже о том, что она может и пострадать И точно так же могут пострадать окружающие собачка есть собачка Особенно испуганные А вам как кажется все-таки? То есть вот мы про собак стали говорить Этот закон, законопроект И закон, он регулирует именно обращение с собаками в первую очередь Не с кошками Ну, слушайте, ну, котов Вот котов, честно, которые гуляют сами по себе Ну, из тех, что... 95% я бы сказала Выпускают, например, хозяева из квартиры Ну, никто же не ходит с кошкой на поводке Не, ну, я встречал такие случаи Но это крайне редкие вещи Коты, конечно, и кошки Они все-таки гуляют сами по себе Исторически так повелось Ну, и случаев нападения домашнего кота Либо даже бродячего кота на человека Ну, я что-то в последнее время не припомню А вот собачки Особенно в сложные жизненные периоды Бывают какую-то агрессию проявляют Сложные жизненные периоды Это в смысле, когда они голодные? Ну, не только... Весной? Весной, осенью А, ну, понятно Когда они... Собачьи свадьбы Все, когда их много Да Ну, когда кто-то там собачку испугал Она может какую-то агрессию проявить Ну, люди, бывает, путают искренне дружелюбие собаки С агрессивными намерения У меня собака живет Залижет любого Ни разу не укушит Но, тем не менее, я ведь ее не выпускаю по деревне бегать Точно так же А, вот вы не выпускаете, смотрите Мы... Не собаку жалко прежде всего А, ну, вот мы из Кирова смотрим, да, на эту ситуацию А ведь закон будет действовать на территории всей области В том числе, там, в муниципалитетах Мне кажется, что для деревни это вообще дикость С собакой на поводке гулять То есть там, скорее всего, собаки, те, которые Не сидят постоянно на цепи Они сами по себе ведь бегают Никто же там не будет гулять собак Ну, зачастую, да Зачастую, да Я живу хоть и в деревне, которая находится в черте города Кирова У нас тоже бывают Бегают собачки, собственно, безответственных хозяев На самом выгуле полдеревни ночью разбудят Лаем своим Безусловно, такие вещи бывают И зачастую страдают и окружающие Страдают и сами животные И, на мой взгляд, наказать нерачительного хозяина Рублем раз, два, три, пять Лишним не будет Начнут думать А вам не кажется, что это будет таким способом Сведения счетов с соседями? В чем-то? Ну, верите, я здесь готов даже это допустить А пусть, лишь бы не бегали Ну, давайте так Я все-таки к животным отношусь, как я считаю, достаточно правильно Это, прежде всего, опасность для самого животного Может сбить машины? Запросто Ведь я регулярно наблюдаю и избитых кошек И где-то избитые собачки попадаются Не так часто, конечно И, тем не менее, сколько котов этих же несчастных гибнет под колесами Только потому, что они там перебегали дорогу Не успели увернуться Ну, и точно так же, ведь подобного рода встреча Темной ночью с какой-нибудь собачкой Либо котиком Может привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию И не факт, что люди не пострадают Ладно железо, бог с ним Но ведь бывают случаи, когда попытка объехать на высокой скорости Животное, которое выбежало на дорогу, испугалось и село Может привести и зачастую приводит к весьма-весьма-весьма трагическим последствиям Особенно, если это все-таки не ночью, а днем, если по встречной полосе кто-то тебе на встречу Ну, и судебная практика знает на самом деле случаи, когда подобного рода безответственные хозяева Привлекаются не к уголовной, конечно, но к существенной и серьезной гражданской правовой ответственности И там компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу и прочее достигает семизначных цифр Как вам кажется, вот эта вот история будет ли способствовать тому, что безнадзорных собак, скажем так, будет меньше на улицах? Не думаю, объясню почему Вот у нас достаточно в этой части Лучше, конечно, зоозащитников поспрашивать Они более погружены в эту тему Но, тем не менее, я тоже анализировал действующие нормы Ведь у нас что должны делать муниципалитеты для очистки города от безнадзорных животных? Да ничего Такая собачка без хозяина отлавливается, стерилизуется, чипируется и отпускается И она будет дальше бегать точно так же, собственно говоря, может быть Но только она приплод не принесет, да? Да, но тем не менее И шуметь она будет, и под колеса может запрыгнуть, и лает запросто ночью, тоже возможно То есть здесь все-таки речь идет о том, чтобы приучать постепенно граждан к тому Как следует относиться к тем животным, которые мы все люди считаем домашними То есть членам наших семей, по сути Естественно, выпускать их на так называемый самовыгул В отношении котов я считаю это допустимо А в отношении собак, которые и зубки имеют, извините И зачастую бывают достаточно агрессивны Не про маленькие Ну, я не видал случаев, когда... Комнатных собачек на самовыгуле вы не видели? Не видел, чихуахуа вряд ли может напасть на человека Как-то повредить его, покусать и так далее На самом деле, да, была картина Хотя шумные бывают, да, достаточно представители данной породы И речь, безусловно, идет все-таки о достаточно крупных собаках И все-таки собака это достаточно существенная угроза Особенно, если она неправильно воспитана Испугать кого-то, ребенка, например Создать какую-то проблему, проявить неоправданную агрессию Это возможно А собачий укус вещь неприятная А зачем это вообще все законом регулировать? Ну, то есть собака, которая покусала ребенка Если это хозяйская собака, все равно рано или поздно выяснится, чья Не факт на самом деле На самом деле не факт Ведь для того, чтобы идентифицировать собаку Ее, прежде всего, нужно, получается, чего? Задержать, поймать А, поймать, да Конечно, значит, посмотреть, чипировано, не чипировано Провести какие-то, не знаю, первоначальные следственные действия Опросить соседей, очевидцев А чья бы могла эта собака быть Если собака проявила агрессию Кого-то цапнула за ногу Укусила, порвала, не знаю, там, брючины Убежала Кто из полиции будет ее искать Несчастный участковый Ну, возможно Но если только ему скажешь, что эта собака, вот, Иван Петрович Из такой-то квартиры, наверное Ну, если найдется очевидец, который скажет, что вот собака Иван Петрович Из такой-то квартиры вот это сделал Ну, тогда, наверное, да А так, ну как, ну, соберется комиссия 4-5 чиновников Пожилых людей, либо просто в возрасте Будут обходить районы, установят собаку на самовыгуле Что они с ней делать-то? Будут бегать и пытаться ее за хвост поймать Смешновато выглядит, на самом деле Здесь, скорее всего, вопросы с реализацией этих законоположений Безусловно правильных, они будут Безусловно будут Я думаю, что здесь речь пойдет о том, что, скорее всего, этот закон будет реализовываться Через как раз отлов животных, которые находятся на самовыгуле С последующим установлением их хозяев И штрафами И штрафами Вот это еще более-менее понятно Я знаю, что зачастую граждане, которые отмечают регулярность Вот подобного рода нарушений правил выгула животных Обращаются в специализированные предприятия Которые имеют муниципальные контракты на как раз отлов На передержку безнадзорных животных Они специально выезжают по таким заявкам Производят подобного рода отлов И если несознательный товарищ сейчас приходит и просто свою собачку забирает Отделываясь легким испугом, в последующем, с сентября месяца Он будет еще и платить в муниципальный бюджет за свое неправильное поведение Какую-то денежку, которая, я думаю, будет использована на благое дело Да, это для пополнения бюджета Теперь про изъятие, скажем так, денег из бюджета Ну, уж не знаю, в каком объеме, тем не менее Законодательное собрание на том же пленарном заседании Утвердило льготы для владельцев автомобилей Экологичных автомобилей, я бы так сказала, наверное То есть автомобили, которые на газомоторном топливе работают Автомобили, которые работают на электричестве До 2025 года, насколько я понимаю Владельцы таких машин могут не платить транспортный налог Про электрокары мы говорили с владельцами электрокаров Проблема была не в том, чтобы людям, покупающим достаточно дешевую машину А много ли таких машинок бегает по нашим дорогам? Не очень много, там несколько сотен, так скажем Это самая оптимистичная история, несколько сотен По разным оценкам от нескольких десятков до нескольких сотен На самом деле мы почему-то все думаем, что электрокары это обязательно Тесла Нет, это не обязательно Тесла Это есть и более бюджетные, скажем так, автомобили Гибридные есть автомобили, но есть просто на электричестве автомобили Ниссан не называли, еще что-то Но, и они даже стоят не так дорого То есть их подержанные привозят по 600-700 тысяч даже сейчас Это в принципе... Я знаю, сколько стоит смена аккумулятора у гибрида Это очень недешево Очень недешево Ну, в общем, в любом случае люди, которые покупают себе электрокары Это люди... Не бедные, я бы сказал Ну, скажем так, да, обеспеченные, которые, наверное, могут, если что, поменять Если я правильно помню, как раз подобного рода законоположения Проблема в том, что там много лошадей А налог высчитывается из количества, ну, как бы, лошадиных сил налог Так вот, как раз гибриды в данном законе не участвуют Не участвуют Не участвуют Электрокары То есть, либо газ, либо электрокар Чистых электрокаров я в своей жизни встречал несколько раз Это же пресловутая Тесла видел в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде, в Киеве В Кирове тоже есть Мне не повезло Значит, на промышленных предприятиях бегают специальные машинки на аккумуляторах Но это... на дороге общего пользования не выезжают И здесь я бы считал, что экономический эффект от подобного рода меры Он будет, ну, весьма условный В части... То есть, бюджет не потеряет вы про это? Ну, да Немножко потеряет В части машин, работающих на газу Но, опять же, есть некоторый нюанс какого рода Я не увидел в данном законе механизма, с помощью которых водитель, купивший обыкновенный, собственно говоря Не знаю, там, Рено Логан, к примеру, и переведший его на... На газ? На пропан какой-нибудь или на газ и так далее Может воспользоваться подобного рода льготой В ПТСе у него никаких отметок нету А почему? Ну, зачастую... А разве не надо это регистрировать? Зачастую люди просто ставят газовое оборудование и выезжают на дороги Прекрасно понимая, что они с первого же дня начинают похвально экономить на стоимости топлива Потому что газ все-таки стоит существенно дешевле, чем эти же углеводороды жидкие Что им этот транспортный налог? Ну, так-то, с одной стороны, приятная экономия была бы Но еще раз говорю, на мой взгляд, неплохо было бы как-то доработать законопроект С тем, чтобы любой владелец переделанной автомашины Переведенный с бензина, например, и на газ Имел четкое понимание, а как он может воспользоваться подобного рода преференцией Какие действия ему нужно совершить? Сходить ли в ГИБДД? Более четко прописать, да? Ну да, ну да, ну да Ну, в целом, с одной стороны, это разумно Ну, смотрите, ведь он когда вводился, вообще, инициатива, когда появилась В том числе про автомобили с электрическим двигателем Тогда владельцы как раз этих автомобилей говорили о том, что у нас по лошадям Уж очень получаются большие налоги, уж слишком накладно И народ регистрирует машины не в Кировской области, а там, где есть действительно льготы По транспортному налогу для таких автомобилей, ну, в частности, в Москве Ну, опять же, вот я же говорю, конкретный пример, данный закон, гибридные машины не предусматривают вообще Не учитывают А гибрид это, извините, это и одно, и другое, два в одном Ну, декларировалось, смотрите, Ян Евгеньевич, помимо льгот и выгод для владельцев таких автомобилей Декларировалось, конечно же, что глядя на них, на их пример, скажем так Большее количество людей будет продавать свои, не знаю, бензиновые машины, покупать электрокары Вот вам, как кажется, будет стимулировать эта мера обновления, скажем так, транспортного парка Его модернизацию в сторону более экологичной Ну, эта мера точно стимулировать ничего не будет Я относительно недавно, в пятницу, по-моему, да, специально проехался по городу Кирова У нас как-то очень резко поменялся автомобильный рынок Очень много малоизвестных лично мне Китайцев? Китайских марок Это в целом по стране ситуация Мне неизвестно, собственно, ни гибридные модели китайских автомашин, ни машины китайского производителя, которые работали исключительно бы на электричестве Как-то так получилось, что об экологии в основном ранее заботились развитые европейские марки и зачастую японцы Которых сейчас чего-то сокращается количество на открытом рынке предложений Ну, понятно, по каким причинам сокращается Ну, безусловно Потому что машину надо обслуживать На мой взгляд, основная экономия для владельца машины, которая работает на газе, это топливо Стоимость топлива И с электричеством такая же история Ну, да, и если у нас законодатель предусмотрит областной какие-то дополнительные льготы, связанные с имущественным налогом Ну, я думаю, что люди начнут потихонечку-потихонечку на газ-то переходить А как скоро? Мы увидим значительные, скажем так, обновления Ну, это зависит от скорости роста цен на обыкновенное топливо в виде соляра и бензина Уже сейчас люди, которые профессионально используют такие машинки, постепенно-постепенно на газ потихоньку переходят Кто много ездит? Да, другой вопрос, что очень много подобного рода фирм устанавливают газовое оборудование полулегально, без какого-то оформления соответствующих изменений И, следовательно, в ГИБДД потом эту машину никак не перерегистрировать? Ну, да Либо надо куда-то идти, где все лицензии имеются, и тогда это обойдется в совсем другие деньги Ну, я думаю, что, может быть, это будет и дороже, но, во всяком случае, легальное оформление подобного рода услуг позволяет, в случае чего, и гарантию какую-то получить более легко И лишние вопросы тебе не будут задавать в этом же ГИБДД Ну, и, опять же, случись чего с машинкой, и есть кому предъявить претензии Ну, и, опять же, вот этот вычет, про который мы сейчас с вами обсуждаем Еще про транспорт с вами продолжим История с нашим сотрудничеством с соседями, республикой Татарстан Продолжает развиваться в минувшие выходные В очередной раз новость пришла о том, что мы там вот теперь дружим Дружим, помогаем друг другу Ну, в новости, по крайней мере, той, которая в Кирове, отражено больше, как Татарстан нам будет помогать И это они нам построят, и то они нам построят И пришли сюда, значит, поставщики бензина Какие молодцы! Представляете, да, и поставщики бензина И вот, и вот Ощущение такое, что они как-то вот прям бесплатно нам все это делать будут Ну, то есть, с нашей стороны, не очень понятно, что мы им дадим Потому что вот история с Медной горой, по-моему, да, там вот этот комплекс, который был на границе с Татарстаном Она вот в очередной раз сегодня была сказана, что остается вот у нас ничего, нет, не отдадим Ну, здесь ведь не идет речь о каком-то торге за землю, еще что-то Нет, просто интересно, интересно, вот какой, скажем так, резон богатому соседнему региону Помогать не очень богатому другому региону Ну, на самом деле, на юге Кировской области проживает достаточно большое количество наших сограждан Которые имеют достаточно устойчивые родственные и деловые и какие угодно связи с Татарстаном Сам меньше двух недель назад в Казани был Ну, а почему нет, не грех учиться региону, действительно достаточно богатый С нашей стороны интерес к сотрудничеству, это понятно, безусловно, там есть чему поучиться Я не думаю, что вот... И это видно, как пересекаешь границу по автомобильной дороге Кировской области О, Татарстан начался Сразу видно, да, что есть чему поучиться Чистенько, аккуратненько дорожки получишь Да Солярка, кстати, в Татарее вообще отличная, это точно Для них Кировская область, это рынок сбыта? Во многом, да, во многом, да Плюс, опять же, не забывайте о том, что наши южные районы Малмы, Швядские поляны Они исторически, еще до начала времен советской власти Больше были все-таки связаны, конечно, с Казанью И когда коммунистическое правительство, советская Россия Перекраивала карту губерний Ну, на подобного-то рода мелкие нюансы внимания не обращали Ну, с учетом того, что мы все-таки сейчас Федерация Ну, здесь, наверное, бы имело смысл подумать Как-то границы-то причесать Потому что государство-то от этого не изменится По территории по своей Если внутренние границы как-то будут смещены Поэтому я достаточно спокойно отношусь к подобным родам вещам Как там право притязания, например Республики Татарстан К какому-то кусочку территории Кировской области Если граждане не против рейфинда провели, да и да и все Ого! Ну, а почему нет? В конце концов, у нас свободная страна Что касается отдельных каких-то развития транспортного сообщения Верите? Я не уверен, что очень сильно будет востребован Это мы сейчас про самолет с вами говорим, да? Да Не будет сильно востребован подобного рода перелет Хотя, безусловно, каких-то своих пассажиров он перевозить будет Во всяком случае, мои знакомые, которые уезжают по делам в Казань Обычно передвигаются туда на автомобильном транспорте С тем, чтобы иметь возможность так же спокойно передвигаться и по Татарии, и по Казани А, ну понятно, то есть ты там на колесах получается, да? Оказывается, и мобильные, и все тебе доступно Ну да, и не так уж далеко Казани от нас Да и с дорожками сейчас стало получше Особенно, если знать, по какой трассе ехать Ну вот два, на самом деле, да, мнения на этот счет Кто-то говорит, что это хорошо, но надо посмотреть цены Цены, кстати, до сих пор невозможно посмотреть на авиасейлс Вчера смотрела, не показывает он прямые рейсы до Казани Не знаю, сколько будет стоить билет Вот, а кто-то говорит, что по времени примерно то же самое получается Что лететь до Казани, что ехать Потому что ты выехал, если дороги свободны И ты уверенно себя чувствуешь за рулем То пять-шесть часов, и ты в Казани, да? И на колесах, и с машиной Да, если ты летишь, ты примерно за два часа За два часа приезжаешь в аэропорт Там летишь еще час с чем-то Сколько проходишь регистрационные все процедуры Да-да-да-да, и оттуда еще едешь от аэропорта Ну, безусловно Часа четыре, ну, в общем, выгода в час два Аэропорт ведь сам по себе не в центре города находится Да-да-да Ну, в общем, посмотрим Здесь можно сказать о том, что идея интересная Время покажет, насколько востребован будет данный рейс Мне бы казалось о том, что есть другие регионы Которые тоже не очень близко находятся от Кировской области Где подобного рода авиасообщение было бы более востребовано Тоже Самара, например Самара? Ну, да До Самары дольше ехать на машине? Ну, 12 часов Это достаточно напряжно Ну, и плюс у нас нету прямого поезда никакого до Самары И приходится, если туда человек едет на поезде, то с пересадками Возможно, Уфа у нас ездят автобусы Причем они достаточно плотно набиты всегда Пустых мест нету Тоже, соответственно, неплохо было бы посмотреть и проанализировать А вот подобного рода рейс, насколько он будет интересен Про Самару я уж не говорю Куйбышев тоже всегда был традиционно востребован для того, чтобы переезжать, например, на юг куда-то Одно время летал самолет из Кирова в Волгоград как раз с промежуточной посадкой в Куйбышево, в Самаре Тоже интересный рейс То есть это был по ПФО сейчас? Ну да, ну да Мы можем, конечно, запланировать о том, что неплохо было бы летать куда-нибудь еще дальше Но это уже пожелание Пожелание Так, уходим на рекламу, после вернемся и еще продолжим Юрист Ян Чеботарев в нашей студии сегодня высказывает особое мнение Мы продолжаем и продолжаем, кстати, анализировать всевозможные законодательные инициативы Теперь уже к федеральным переходам в Государственную Думу 21 июня, если мне память не изменяет Внесли законопроект о возврате сезонного времени Перевод стрелок летом предполагается на один час вперед В период с марта по октябрь Ну и, соответственно, как я понимаю, в октябре в обратную сторону Мне кажется разумным эта история Сезонное время у нас было, потом от него отказались Потом двигали стрелки несколько раз Сначала в одну сторону, потом в другую Потом народ начал называть Дмитрия Анатольевича Медведева Который тогда был президентом-повелителем времени И, видимо, на фоне вот этой народной любви Было сказано, что всё, больше мы стрелки не двигаем Ну и с той поры мы слышим многочисленные жалобы И в Кировской области в том числе О том, что мы не живём по своему сезонному времени О том, что летом очень неудобно садоводам Потому что в 9 часов вечера уже Смеркаться начинает и невозможно работать А, соответственно, в 2 часа ночи Если у тебя нет плотных штор Которые... Блэкаут называется, по-моему, это, да? Ну в 2-то ещё нормально Ну в 3, в 3 уже всё Уже пора просыпаться, глазки открывать И начинать работать Хотя город спит Вот что вы по этому поводу думаете? С одной стороны, вроде как Вот это вот кажется разумной инициативой Потому что снимает Вот этот вечный спор Между теми, кто хочет в Кировской области Жить по московскому времени И кто хочет жить по сезонному времени Ну, всё ведь зависит от чего А Москва, если будет переводить точно так же Стрелки на этот же час туда-сюда Ничего ведь не поменяется Не поменяется То есть, да, мы сохраним Своё преимущество жизни По московскому времени Ну, на самом деле Удобно жить по столичному времени Особенно, если приходится Взаимодействовать С чиновниками, судами Даже билеты покупать У нас официальное время Этого же РЖД Это московское Ну путаться, путаться будем, да Ну да, значит Но, тем не менее Я думаю, что привыкнуть можно ко всему С одной стороны Ну, мне лично комфортно жить По тому времени, которое есть сейчас Я радикальный жаворонок Я в 3.30 уже встал на ноги Значит Меня не напрягает Вам просто есть, наверное, чем заняться Да? Есть В это время Есть А есть ведь люди, которые встали И не знают, куда себя, извините, деть До 7-8 утра Ну, я понимаю Но, с другой стороны, опять же На мой взгляд, это вопрос исключительно привычки Понятно А в советское время Изменение Времени Два раза в год Обосновывалось экономией электрической энергии Так это и сейчас, мне кажется, работало Я понимаю, ну, вот это Вот это логичное обоснование, на самом деле Ну, вам кажется неудобным перевод часов? Вот мы же с вами жили в это время, да? Да нет Когда переводили на летнее, на зимнее время Да я даже жил по кировскому времени Когда время в Кирове отличалось Точно Ровно на час от столицы Я тоже помню Спокойные ночи у малыша начинались позже, да Да, ну и ничего, собственно говоря Привыкали ведь Привыкнем ко всему На мой взгляд Это не самая животрепещущая тема И здесь следует Не мое, конечно, дело советовать Но руководствоваться исключительно Экономической целесообразностью А вот эта вот опутаница не возникнет, вы думаете? То есть постепенно народ У нас ведь и сейчас время в Кирове отличается от времени в той же Самаре А, нет, ну это понятно По поясному времени, конечно Ну, естественно И причем зачастую, я скажу о том, что до смешного доходят Две соседние деревни расстояние 200 метров В одной на час больше, в другой меньше Ну, с одной стороны смешновато, а с другой, ну вот так решили Понятно Вам, если предложили бы на выбор Перейти на плюс час к Москве Или вернуться к сезонному времени Вы бы что выбрали? Я бы, наверное, сезонное время выбрал, это проще Все-таки жить по столичному времени Мне лично комфортно Но вы думаете, насколько это проходной законопроект? Я думаю, что вероятность его принятия, она есть 50 на 50, или примут, или не примут, да? Ну да, да, классически Примерно так Ладно Классическая вероятность То ли будет, то ли нет Вот сейчас будет интересно Да Что вы скажете, или примут, или нет Реа Новости Со ссылкой на депутата Сергея Каргинова Сообщила о том, что в Госдуме готовится законопроект Который запретит родственникам чиновников и депутатов Выезжать в недружественные страны В случае, если законопроект примут Под запрет на выезд Подпадут родственники федеральных чиновников Губернаторов, министров, судей, депутатов Сотрудников правоохранительных органов Глав муниципальных образований Топ-менеджеров госкорпораций Топ-менеджеров госкорпораций Ну, надо сказать, что негласный, я так понимаю Скорее всего, этот запрет так или иначе Сейчас применяется Просто он работает Следующим образом Обычно люди не выезжают за границу Сами по себе То есть папа остается С семьей обычно А мама с детьми едет Да, то есть если папе как чиновнику Либо сотруднику правоохранительных органов Выезд из страны закрыт То любящая жена и любящие дети Они обычно как-то Едут вместе отдыхать на Байкал Да, на Байкал Хорошо, если на Байкал Это прям вот хорошо зарабатывающие люди Обычно они едут в Анапу на поезде Или еще куда-нибудь Да Я бы дорого дал За то, чтобы почитать Пояснителю записку К данному законопроекту А, ну я могу вам немножко процитировать Давайте Чем объясняют необходимость? Цитирует, собственно, человека Который поясняет Что сейчас, когда Россия вынуждена Не противостоять группе западных стран Спровоцировавших конфликт на Украине Подобные вояжи в страны Которые ввели санкции против нашей страны Непозволительные и опасные Ну, я подозреваю Речь идет о том, что могут там Ну, какие-то, может быть Правового характера меры Применить к этим родственникам Еще что-то Ну, не знаю Может быть, это такие излишние опасения Понятно, что это связано С напряженной политической ситуацией Ну, на самом деле я Как юрист Сомневаюсь в том, что Подобная в роды законодательная инициатива Имеет право на существование Почему? У нас есть Конституция Российской Федерации Где зафиксировано право Наших граждан на свободу Перемещения по всему миру И установлено, что Ограничение Данного права на свободу Перемещения Может быть обусловлено Исключительно Интересами государства В виде, например Наличия допуска К государственной тайне Исполнением какой-то Государственной функции Что касается наших законодателей Судейских чиновников Правоохранителей и так далее Военнослужащих Ну, а член этой семьи Причем, собственно На основании чего Вот только потому, что Папа, например, там Служит в полиции Запретить Совершеннолетней дочке Ну, например, съездить К подружке в Германию У нас и так сейчас Достаточно большая проблема Связанная с Передвижением Пересечением границы Российской Федерации Перелетами В страны Европы И так далее Ну, я думаю, что Без лишней нужды Туда и не поедет никто Потому что дорого Потому что дорого Прежде всего Ну, и достаточно Некомфортно Перелетать Через Турцию, например Или через Дубай Крыльки какие-то нарезать Если раньше, например До этого же Вильнюса Из Москвы Можно было добраться За час-двадцать минут На самолете То сейчас Для того, чтобы попасть В страны Прибалтики Ну, простите Там даже С туристической визой С туристической визой Действующей Да Нужно, ну, фактически Пешком по Европе Пройти сначала В Турцию Потом куда-нибудь Во Францию Из Франции Уже внутренний перелет В Прибалтику Ну, либо через Мурманск Посмотреть на Северное Сияние На автобусике В Киркенес Оттуда Оттуда Самолетом По Ромчикам Да-да-да-да Ну, все равно Это называется В интернете Путь Самурая Да-да Так, ну, в общем И так не поедут И так без лишней Нужды не поедут И вы считаете Что это нарушает Права человека На свободные перемещения По миру Ну, я считаю Что здесь Недостаточно Данный законопроект Проработан Во всяком случае Вот воспринимая его На слух Я могу сделать Для себя вывод И предложить Нашим слушателям Заключение О том, что все-таки Некоторые противоречия Конституции Здесь просматриваются Ага Если чиновник Который получает От государства Деньги В виде немаленькой Заработной оплаты Его деятельность Сопряжена С какими-то ограничениями На свободу перемещения На выезд Вылет В страны Западной Европы Например Он секретоноситель Грубо скажем То при чем здесь Его семья Которая от государства А вдруг он За завтраком Рассказывает жене Про секретов Вдруг Вдруг может быть Все что угодно Точно так же И можно предположить Что тогда нужно Ограничить Свободу перемещения Всех граждан Потому что вдруг Они тоже что-то услышат От соседа Спасибо большое Ян Чеботарев Юрист в нашей студии был Программа Особое мнение На этом завершается Мы прощаемся До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok